Всем привет! Меня зовут Мария Песоцкая, и я автор бренда Handmade украшений «Сови сон». Некоторое время назад мне пришла в голову идея создать свой видеоблог, потому что моя основная деятельность связана именно с созданием видео. Вот по прошествии какого-то времени я наконец-то созрела, и сейчас хочу представить для вас вот это вот видео, посвященное тому, как создать идеальное творческое пространство, свою мастерскую у себя дома. Каждому человеку нужен свой уголок, а творческому в первую очередь. Неважно, есть ли у вас возможность выделить на это целую комнату, или же в вашем распоряжении только стол. Главное, чтобы это было ваше личное пространство, неделимое ни с кем. Вы имеете на это право, потому что создав его, вы не только облегчите свою работу, но и обеспечите правильную, нужную атмосферу. Когда я только начинала, я работала за обычным компьютерным столом. И первое, наверное, что у меня появилось, это небольшой комодик из-за кем, я подарила его подруга. В него я положила всю свою фурнитуру, все свои кусочки пластики, но там было всего шесть ячеек, и это было просто жутко неудобно. Мне постоянно приходилось копаться в нем, потом начали складироваться маленькие коробочки, в которых тоже лежала фурнитура, и хаос поглотил меня. Я поняла, что так дальше жить нельзя. И долго-долго-долго выбирая, я остановилась на вот этом вот идеальном столе. Я купила его в Икее. Чем он удобен? Он удобен тем, что у него очень много полочек. Вот эта вот штучка, она абсолютно незаменима, а если, допустим, у вас очень мало пространства, то вы можете ограничиться угловым столом, который в два раза меньше. Но вот этот вот, это просто то, что доктор прописал. Единственный апгрейд, который я сделала, это я заказала у мастера, который делает мебель, вот этот вот замечательный комод. Я сама рассчитала размеры его ячеек, нарисовала схему, и он в точности, как мне нужно было, все это дело исполнил. В итоге вся моя фурнитура, вся пластика, все-все-все-все-все, оно полностью сюда вошло и очень сильно облегчило мне жизнь. Здесь у меня всякие бусины, здесь фурнитура, еще фурнитура, ну на самом деле здесь все фурнитура. Вот в этих вот ячейках я храню свою пластику, вот я могу показать. Такие вот куски, я уже, кстати, начала пользоваться фирмом Professional. Вот. Здесь у меня маленькие кусочки пластики и открытые брикеты пластики. На моем столе настоящее принч царство. Здесь живет моя коллекция сов, которая постоянно пополняется друзьями, привозящими их просто со всех концов земли. Также здесь живет маленькая вот эта вот птица счастья. Ее подарила одна из моих клиентов. И здесь еще есть вот эта вот замечательная сова, которую подарил мне муж на Новый год. И с нее начался сови сон, потому что именно глядя на нее, я придумала название своего бренда. Я долго выбирала, что лучше. Или же календарь со стикерами, или же вот такая вот меловая доска. И остановила свой выбор именно на ней. И, кстати, вам всем советую. Очень удобно, когда перед твоими глазами наглядно расписаны все твои планы на ближайшие один-два дня. Вот здесь вот, например, у меня располагаются мои заказы на сегодня, то, что я должна слепить на завтра. Здесь просто различные напоминалки. И вот эти вот открытки по иллюстрациям Инги Паусер, которые я очень люблю. Мне очень нравились сады из суккулентов и кактусов. Я постоянно сталкивалась с их фотографиями в Инстаграме, в других ресурсах, в социальных сетях. И я решила, то, что в моей комнате, в моей мастерской обязательно они должны быть. И вот, собственно, создала его. Единственное, я не совсем уверена, что я сделала все правильно, так что я пока что скрещиваю пальцы и жду, выживут они или нет. Но пожелаем им удачи. В каждой мастерской также должно быть и место для отдыха, даже если вы такой сумасшедший трудоголик, как я. Здесь я люблю почитать какие-то интересные книги, порисовать просто что-то или же эскизы к новым работам. А также здесь за моей спиной вот у меня есть много фотографий моих близких людей, разных памятных моментов в моей жизни. И когда мне грустно, я иногда смотрю на них и сразу же заряжаюсь каким-то позитивом. Кстати, у всех, кто живет в Питере, наконец-то появилась возможность распечатывать свои фотографии из Инстаграма. В лоб проекты даже поставили такой большой бокс, где ты выбираешь нужные фотки, платишь деньги, по-моему, там что-то типа 100 рублей за 4 фотографии и печатаешь их. И что круто, они ставят дату и подпись, которая была под фотографией. Дата это вообще для меня было очень важно, в Инстаграме их не видно. Например, когда я слепила свою первую работу, она вот здесь за моей спиной где-то есть, я забыла, когда именно я это сделала. Всегда интересно понять, с чего, собственно, все началось. В первое время, как и многие другие хендмейдеры в Петербурге, я очень сильно зависела от солнечного света. Я не вампир. Просто многие фотографируют свои работы при солнечном свете, а его обычно с нашей погодой не дождешься вообще, особенно зимой. Я там еще хоть как-то зимой просто кромешный мрак. Зима, осень и весна чуть-чуть. Я думала очень долго, как решить эту проблему и остановила свой выбор на вот этом вот фотобоксе. Он очень-очень крутой, потому что в нем всего лишь одна лампа, не надо ничего докупать, как это часто бывает с фотобоксами. Вот, она идеально освещает его, свет отражается от всех боковых поверхностей и в итоге, когда ты ставишь туда внутрь свою работу, там не видно никаких лишних теней. Моя жизнь после его покупки стала намного-намного проще, удобнее и я могу снимать свои работы хоть ночью. И это, кстати, чаще всего бывает именно ночью, потому что я весь день люблю-люблю-люблю-люблю и вот к ночи уже добираюсь до фотобокса. Если в вашем распоряжении достаточно маленькое пространство, то смело выбирайте белый цвет. Как вы видите, здесь белые стены, белый пол, точнее белый ковролин и из-за этого кажется, что комната гораздо больше, чем она есть на самом деле. И когда я говорила своим друзьям, ребята, у меня такая маленькая комната под мастерскую, всего 9 квадратных метров, они потом смотрели фотографии и офигевали, потому что даже в голову не придет, что это настолько маленькая крошечная комнатка. Так что белый – это ваш выбор, если вы находитесь в такой же ситуации, как и я. Также можно дополнить это все какими-то яркими элементами. Я выбрала голубой, синий цвет, потому что я его очень люблю и это полностью как-то вот создает для меня нужную творческую такую атмосферу. Кстати, о ковролине. Если вы занимаетесь именно пластикой, имейте в виду, что если вы выбираете белый ковролин, а у меня вообще только в голове был белый ковролин, никакого другого, никаких вариантов, потому что это действительно очень сильно расширяет и улучшает общий вид комнаты, то вам придется каждый раз ихтирать маленькие-маленькие кусочки пластики, которые падают на него и потом просто моментально приклеиваются. В общем, это огромный геморр, но я считаю, что оно того стоит. В общем, дерзайте, смотрите интересные журналы, накапливайте идеи и делайте все именно так, как вы хотите. У вас должно быть ваше место мечты, потому что именно в нем вы будете наиболее продуктивно, качественно и здорово работать. Сейчас, когда я въехала вот в эту вот комнату, везла сюда все свои вещи, я чувствую очень большой творческий подъем и мне кажется, люди, которые следят за с Авессон, видя то, что стало появляться много новых работ по моим эскивам, я вернулась к акварельной живописи и мне кажется, что все это благодаря тому, что я наконец-то очутилась в том пространстве, в котором я себя чувствую, как рыба в воде.